Уважаемые любители моих небольших роликов о науке и всяких событиях которые вокруг нее происходят сегодня я хотел рассказать вам о странностях настоящего бытия поскольку у нас как вы знаете ну после того как кончилась геномика после того как кончилась протеомика в смысле деньги которые были выделены эти сложнейшие научные проблемы у нас появились новые инструменты для вытягивания государственных бюджетов это имеется ввиду клонирование которое как вы помните процветала два десятка лет обещали там наворачивать бог найти чего к сожалению не получилось ну про количество денежки я не говорю потом появилось еще более модное дело потом появилась появились стволовые клетки ну естественно из них тут же должны были на выращивать органов мозгу очки особенно в сибири любили там каждый год появлялся какой-нибудь очередной фокусник который обещал вырастить мозги в пробирке опять не получилось органы не протезировались клетки эти драгоценные не приходили в нужное место и не выстраивались в за на замену испорченных клеток но все общем как и обещали некоторые выдающиеся академики они так и остались все так и произошло то есть деньги кончились и на стволовых клетках мода прошла и история закрылась вот сейчас такую же моду приобрел искусственный интеллект это очень доходное занятие но и чипирование мозга это в общем две очередных глобальных а панамы в которые тут же вцепились полуграмотные граждане и стали как вы понимаете получать оттуда туда госбюджетные деньги которые с удовольствием осваивают конечно завитки берут такие средства ни за что отвечать не надо искусственный интеллект его попробует проверить как чиновник проверить есть искусственный интеллект или нет если у него естественно отсутствует непонятно страшно интересно очень важно но пока обычно большой калькулятор который быстро считает отлично идет за искусственный интеллект ну что ж я рад за ребят которые так хорошо устроились только смущает одно ребята вы так всю жизнь быть рассказывать о том чего не существует до вас было очень много таких же но поскольку в данном случае наукой занимаются те люди которым не то что к науке к высшему образованию пускать нельзя но они обычно его не получают проходят мимо но диплом имеет и дальше начинается чистый бизнес раскрученный бренд искусственного интеллекта он че как раскручивался на протяжении 30 лет нам рассказывали что есть секретные компьютеры но фантастических фильмов которые там все лучше дело чем человек есть особые лаборатории где выращивают совершенно новых людей с имплантированными чипами и прочее 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 поскольку люди которые принимают решение по выдаче денег профинансируйте их на проект воспитывались вот на этом бреду вот на модном они у них нет уже противоречий они уже не отличают где истина где выдумки они в рамках этого и живут но и замечательно и у них нет никаких сомнений что на это надо деньги давать или раньше генетические особые опыты тайных докторов и секретных айболитов которые выращивают органы и лечат от всех болезней с помощью специальных умных клеток тоже самое да это дается деньги сразу ну потому что никаких сомнений в этом нет в кино показывают уже 30 лет они выросли эти чудовники уже новая генерация этих ребят слегка высунутыми языками они уже вполне созревшие для того чтобы он продать что-нибудь вроде чипа илона маска или искусственного интеллекта уровень безграмотности и ужаса от потери собственных инвестиций таков что меня уже несколько лет никуда на такие мероприятия не пускают не то что я рвусь нет сначала обычно какой-нибудь добрый человек который хочет добавить огоньку в конференцию звонит не приглашает назначает день я значит готовлюсь соответственно откладываю свои дела а потом мне говорят not извините у нас там ремонт или вообще не звонят никак исчезает это как раз верный признак то что я могу помешать осваивать госбюджетные деньги на искусственный интеллект поэтому нужно пару слов сказать про него я не собираюсь о нем много говорить но необходимость некоторое есть значит есть ли ли там различие в искусственном интеллекте самое главное усо для создателя искусственного интеллекта чтобы никто никаких вопросов не задавал почему там все тот набор глупостей которые они повторяют уже десять лет вполне прокатывает и никакой особых усилий не требуется чтоб их подтверждать голословное утверждение всяких способностей больших калькуляторов являются на самом деле прямым обманом ну почему потому что искусственный интеллект не может поставить себе задачу их ставит программист а он не может найти решение потому что он решает все по аналогии он глуп как пробка поэтому g5 чат и несмотря на то что у них словарный запас больше чем не раз 100 не могут написать внятного текста особенно нового особенно так чтобы мы не могли его отличить от человеческой писанины показать ресурсы огромные базы подключены гигантский толку никакого меня неоднократно проверяли смогу ли я отличить ну не только я там целая группа исследователей которые занимаются этими вопросами искусственный текст сделаны g5 чата последней версии от человеческой писанины отличается даже писанина круглого идиота ну или чиновника вполне отличая отличима от чата g5 даже не очень грамотный человек может написать так что мы всегда отличим при этом не прикладывая никаких усилий а вот g5 чат можно напрягать как угодно корректировать как он все равно будет видно то есть иначе говоря даже в таком простом деле как именно имитация сочинений искусственный интеллект пока хромает на все четыре ноги хотя я думаю и одной нет так вот естественно всегда мне говорят ну а как вот надо же провести соревнования на же все умные особенно эти вот которые диваны просиживают задницами и в области мозгов и область политики и во всяких других областях где им которым их подпускать не надо я уже многократно говорю шуф все платить им деньги по никогда ничего им не занимались вреда будет меньше так вот все им спрашивают а вот как по проверить взять и столкнуть искусственный интеллект с естественным конечно надо настоящие ученые так и поступают ну вот а настоящий ученый с точки зрения этих слабоумных придир скажем так это тот кто например будет соревноваться в интеллекте складывания двадцати значных чисел и тут искусственный интеллект будет не конкуренция он докажет свою интеллектуальность а в другом месте ну вот чтобы проверить был выбран для опытов самый защищенный в области искусственного интеллекта и во всяких других областях хороший человек полно косоны директор а н.б. на минуточку уж наверно не какой-то там выживший из ума профессор нет директора н.б. а заодно и начальник киберкомандовая американских вооруженных сил прелесть какой хороший красавчик вот он будучи абсолютно защищенным от всяких происков и как искусственного так и естественно интеллекта и стал объектом почему потому что уж если его можно будет прихватить из какой-нибудь место и искусственный интеллект не защитит великого полу накосона то это конечно позор ну и что было сделано прошлом году есть меня память не изменяет где-то в начале лета я записал ролик который лежит на этом же сайте называется большой огрызок где было указано что вот объектом исследований ну по борьбе естественно уже склеротического интеллекта то есть моего с передовым искусственным будет приз виде пола накосона самого защищенного человека в соединенных штатах америки и так что же произошло было объявлено что он выбран для опытов ролик называется большой огрызок можете посмотреть результат в начале февраля как известно он подал в отставку возникает вопрос ребята так ли у вас все хорошо с искусственным интеллектом если даже личность такого масштаба не выдержала наезда естественного интеллекта как это делается это другой вопрос это можно осуществить по заказам трудящихся но это как вы понимаете требует большого количества энергии которую приходится покупать в магазинах за деньги поэтому инструментов конечно никто никаких не получит но для следующей демонстрации выбран следующий объект о нем я сообщил 13 января в ролике про старый новый год так что уважаемые слушатели следите за опытами мы между е с естественно естественно интеллекта и и и искусственного интеллекта результаты как вы понимаете не заставят себя уж очень долго ждать на этом до свидания и должен сказать что я никаких консультаций по искусственному интеллекту больше не даю ко мне можно с этим не обращаться потому что данные разработки они слишком долго ведутся чтобы раздавать их направо и налево всех интересующимся на этом уважаемые слушатели до свидания интересных наблюдений за биологией гамминит а